Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Сегодня у меня в гостях первый заместитель губернатора Красноярского края, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Главное событие все-таки универсиад. Вам самому универсиаду понравилось? Да, конечно. Конечно. Вообще, мне кажется, что если и есть люди, которым это не понравилось, то все-таки их, наверное, немного. А что вызвало наибольшее удивление? Я считаю, что у нас, я имею в виду людей, которые были задействованы на подготовку и проведение, а это без преувеличения десятки тысяч человек, довольно долгое время было, ну, такое, если хотите, заниженное ожидание. Ну, что вот все-таки конкурировать с Сочи, Москвой и Санкт-Петербургом, я имею в виду Олимпиаду, конечно, 2014 года. И чемпионат мира по футболу, который прошел в стране. Что конкурировать в Красноярску сложно, в силу целого ряда предпричин, исторических, инфраструктурных, ментальных, в конце концов. И что все-таки, вот поправку на это надо делать. И мы сами того не заметили, как ворвались в эту группу лидеров, и та атмосфера, которая была, и уровень подготовки трасс, и, собственно, объектов. И все операционные процессы начинают обеспечение безопасности, заканчивая питанием и транспортным обслуживанием. И вся вот эта атмосфера гостеприимства, да и облик города весной превзошло даже наши ожидания. Мы, в общем, достаточно скептически смотрели на многие процессы. И по итогам мы получили то, что получили. Мы получили хороший, позитивный фон. И от спортсменов, и от членов официальных делегаций, от руководства Федерации университетского спорта, от ФИСУ. И еще от большого количества людей, которые имели собственные впечатления от того, что произошло в Красноярске со 2 по 12 марта, от универсиад. И это вызвало некоторое удивление. Вы были на соревнованиях? Вообще я был практически везде, но часто в таком режиме, что времени на то, чтобы кинуть взгляд на арену, или тем более поучаствовать и поболеть за наших, или за какую-то дружественную команду, часто не было. Но на матче Россия-Канада, Россия-США и, конечно, Россия-Словакия по хоккею с шайбой я был. На финале Россия-Швеция по хоккею с мячом я тоже был. Ну, а так я видел практически все соревнования, конечно. Как они выглядят, как они подготовлены, как организовано обслуживание спортсменов и судей, зрителей. Какие эмоции у людей. Эмоции, конечно, тоже, на мой взгляд, были, наверное, привычными для Красноярска. Но все-таки хоккейный матч Россия-Канада, я думаю, состоялся в Красноярске впервые в его красноярской истории. Это тоже историческое событие. И то, что люди, горячо болея за свою команду, за российскую сборную, очень дружелюбны были в отношении соперников, и не гудели, и не свистели, и какой-то фон негативный не создавали, это отметили все, включая, конечно, иностранные команды, их тренеров, руководителей и самих игроков. За какие виды спорта переживали больше всего? Я, пожалуй, больше всего переживал за вид спорта, называемый создание атмосферы и условий для проведения соревнований. Это такой был наш красноярский национальный вид спорта, в котором, я считаю, мы одержали убедительную победу. И мы в очередной раз убедились, что вот это все, и остров Татыш с его своеобразием, то, что было сделано к универсиаде, и уличные форматы, все это востребовано людьми. Давайте поговорим о наследии. Ну, во-первых, все ли сооружения мы сохраним? Да, конечно, мы сохраним все, за исключением временной инфраструктуры, извините, шатров и контрольно-пропускных пунктов, которые создавались исключительно под проведение универсиад. Все остальное мы сохраним. Более того, это будет самым активным образом использоваться. Но вот такие сооружения, как Halfpipe, такие сооружения, как, допустим, для могулов во фристайле, это все-таки для профессионалов. Вот как мы дальше будем их использовать? Есть ли какие-то возможности действительно их сохранить? Потому что в стране таких сооружений больше нигде нет, кроме красноярский. Я вам больше того скажу, их в мире это всего три. Если верить техническим экспертам ФИСУ и руководству нашей федерации фристайла России. Мне говорят о том, что вообще таких мест, где в одной точке собраны все дисциплины фристайла, вообще всего три в мире. И это риски, о которых вы сказали, но это и уникальный шанс по организации на этой базе подготовки спортивных команд федеральных, сибирских, обучение людей, которые приняли решение заниматься этим как видом спорта, то есть я имею в виду не любительское катание, а именно как видом спорта. Да, это такая профессиональная инфраструктура. Более того, на встрече губернатора края Александра Чауса с представителем правительства Российской Федерации всерьез обсуждался вопрос, и мы на этом настаиваем, что эта база должна быть использована для подготовки сборной команды России, для выступления, олимпийской сборной команды России, для выступления на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. И соответствующая благословная реакция была получена, и мы будем добиваться, чтобы это было именно таким образом. Потому что мы крайне заинтересованы в том, чтобы Красноярск, и именно такую задачу ставит перед нами губернатор, говоря о том, что универсиада это ни в коем случае не финиш, это начало масштабных преобразований в крае и в городе Красноярске, мы очень хотим и настаиваем на том, чтобы Красноярск стал одним из центров, если не главным центром по зимним видам спорта в Российской Федерации. Вот содержание сооружений, на самом деле это не дешево. Как здесь быть? Будет ли за знак какая-то, может быть, структура, которая будет всем этим управлять? Идет ли речь о какой-то самоокупаемости? Ну, у нас два самых сложных комплексных объекта. Это, собственно, кластер СОПК, о котором мы с вами говорили, и кластер Радуга. По ним решение уже принято. Я тоже об этом речь шла на встрече губернатора и представителя правительства. Кластер СОПК на базе этого спортивного объекта будет создан федеральный центр спортивной подготовки и будет сориентирован на работу со спортсменами федеральных сборных команд, ну и, как мы предполагаем, на 30-40% на работу с нашими спортсменами, красноярскими, краевыми, сибирскими и так далее. И источник финансирования текущего это будет бюджет Российской Федерации. А Радуга в рамках программы «Наследие» станет объектом Сибирского федерального университета и очень существенно подтянет спортивную базу. Вы знаете, там бассейн 50-метровый, там, собственно, лыжные трассы, в том числе освещенные, в том числе лыжи роллерные. И там вообще большой комплекс спортивный, в котором можно организовывать и текущие тренировки и проведения разного рода соревнований. Это будет Сибирский федеральный университет, это будут студенты, но и это будет использоваться для нужд и потребностей города и горожан. Содержаться эти два объекта, самых крупных и комплексных, будут за счет Совета федерального бюджета. Все остальное мы знаем, как организовать и содержание, и использование. Это два ледовых дворца, Платиномарена и Кристалл-арена, с коробками под хоккей-шайбой и под фигурное катание, и Большой ледовый дворец Енисей для хоккея с мячом, ну и так далее. Все остальные объекты, часть которых реконструировалась, часть которых строилась заново, мы знаем, как, на какие средства это содержать и как это использовать. Те города, которые проводили чемпионат мира, они попали в такую программу поддержки со стороны Федерации, когда есть льготный период, когда приходят деньги из федерального бюджета на содержание этих объектов. Мы можем с нашей универсиадой попасть под такую программу? У нас есть какие-то шансы или нет? Шансы, конечно, есть, но справедливости ради нужно сказать, что города, которые были местом проведения чемпионата мира по футболу, получили очень специфические объекты. Стадион, согласитесь, это дорогостоящее, как в сооружении, так и в эксплуатации сооружения, которые использовать можно только в узком сегменте. Ну да, по сути, одним способом. И во многом поэтому еще такое решение было принято. У нас все-таки более универсальные объекты, которые могут использоваться и для любительского спорта, и для профессионального спорта, и для проведения культурных мероприятий, ну и, так сказать, для иных мероприятий. И спектр этих мероприятий достаточно высок. Но это не значит, что мы не претендуем на поддержку из Российской Федерации. И об этом речь шла, вы помните, что на церемонию открытия приезжал глава государства, была официальная двусторонняя встреча губернатора края с Владимиром Владимировичем Путиным. И там этот вопрос тоже обсуждался, и соответствующие поручения президентам даны. От поручения до денег, правда, есть некоторый путь, который мы должны пройти, но его пройдем. Такая поддержка в той или иной форме краю обещана. Еще одно наследие. Это спортивные объекты, мы говорили, а в том числе мы закупали автобусы. Директор закупал огромное количество компьютеров. У нас есть центр, который наблюдал за всем, что происходит на объектах, и его бы тоже хотелось сохранить. Вот это наследие, вот как оно будет распределяться дальше? Тот же, допустим, центр питания у нас есть, громадный, огромный. Я могу продолжить этот список, завершить его, извините, костюмами тех творческих коллективов, которые специально шились для церемонии открытия и закрытия. Это все в программе наследия, и поверьте, это все будет использоваться, и ничего пылиться на складе не будет. Но мы будем аккуратно с этим работать. И сейчас, сразу после универсиады, задача была, которую, я считаю, мы решили обеспечить сохранность и надлежащее хранение этого. А впоследствии, в течение марта и апреля, мы спокойно, не торопясь, потому что заявок на использование этого имущества, как вы понимаете, гораздо больше, чем этого самого имущества. Я представляю. С учетом всех особенностей территориальных, географических, уж извините, заслуг тех или иных территорий в части и подготовки, и проведения этого замечательного праздника, ну и в части, уж извините, того терпения, которым пришлось набраться муниципалитетом Красноярского края, потому что в течение, наверное, последних двух лет основное внимание было к городу Красноярску. И во многом поэтому, опять-таки, губернатором 19-й год объявлен годом местного самоуправления, годом муниципальных образований. И мы эти очень условные долги, в том числе через наследие, будем стараться нашим коллегам на территориях отдавать. Как Вы считаете, полный экономический эффект, который ожидали, получали от универсиады, или еще пока нет? Я думаю, что нет, конечно, потому что от такого рода мероприятий много всяких отсроченных эффектов. Понятно, что мы поставили рекорд в реализации билетов. Ну, об этом уже все знают, об этом уже много сказано, и по количеству билетов проданных, и по посещаемости, уж извините за такое слово, соревнований. Я слышал 220 тысяч, это называется. Да. И 81 миллион выручено денег от продажи билетов. Это, в общем, тоже эффект. Серьезный эффект, наверное, поставить нужно в первую очередь при строительстве объектов, в строительстве которых участвовали в качестве генеральных подрядчиков, в основном красноярские компании, огромное количество смежников и сателлитов участвовало. А это рабочие места, это заработная плата, ну и так далее, и так далее, и так далее. А благополучие семьи, в конце концов, это тоже экономический эффект. Большое количество гостей, которые приехали в Красноярск, такое количество гостей с трудом выдержал наш условный номерной фонд. Имеется в виду не только гостиницы, но и разного рода базы, которые существуют в пригородах Красноярска, которые были заполнены, что называется, под завязку. Это тоже экономический эффект. Но очень важно, и пока это сложно оценить, мы с этим будем еще дальше работать, очень важный эффект, ожидаемый. Это то, что во время проведения универсиады о Красноярске узнало огромное количество людей. Ваши репортажи, репортажи ваших коллег, репортажи блогеров в социальных сетях без привлечения разошлись по всему миру. И мы постоянно получаем отклики через каналы средств массовой информации, через те же социальные сети, и ожидаем повышенного интереса к Красноярску, как к месту, куда можно приехать, где гостеприимные люди, где комфортно, где красиво, где будут проходить международные спортивные соревнования. Справимся ли мы с этим? Ну, если мы справились с универсиадой, то с этим мы справимся точно. Спасибо вам большое за то, что были сегодня у нас в гостях. Приятно, что у нас была универсиада, и, наверное, грустно, что она закончилась. Но будем надеяться, что у нас впереди еще будут такие праздники. Они точно будут, спасибо вам. Спасибо вам. Юрий Лапшин, первый заместитель губератора Красноярского края, председатель правительства Красноярского края. Сегодня был у нас в гостях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова